Итак, мы сегодня продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Рабейну Ашер. И вот то, что он говорит. Если невозможно сосредоточиться во всех молитвах, то постарайтесь сосредоточиться хотя бы при произнесении первой строки в Шма-Исраэль. Ведь тот, кто не сумел сосредоточиться, даже в это время вообще не исполнил заповедь. И написано так у Рамбома в законах о чтении Шма. Если человек при чтении Шма произнес первую строку «Слушай, Израэль!» неосмысленно, то заповедь не исполнена. И мы должны понять, о чем здесь идет речь. Что имеет в виду человек, когда он произносит Шма? Ведь мы уже говорили о том, что первая строчка Шма – это принятие на себя Оль Малкут Шамай. Принятие на себя Ерма Царства Небес. И что же это такое? Шесть слов. «Слушай, Израэль! Бог Всесильный наш! Бог один!» Кто такой Израэль? Это то, что написано. Это прежде всего наш прадец Яков, который получает имя Исраэль. Это то, что написано в трактате Псахим, когда в последний день жизни нашего прадца Якова он хотел открыть своим сыновьям то, что будет происходить в конце дней. И вдруг написано, что отошел от него Руаха-Кодыш – пророческий дар. И испугался он, что, может быть, у одного из моих сыновей нету абсолютной веры в Творца. И тогда сказали все двенадцать сыновей Якова – «Шма, Израэль! Слушай, наш отец Израэль! Так же, как в твоем сердце Ашем один, так и в наших сердцах. Только он один!» И обрадовался наш прадец Яков. И он произнес И открывает наши святые книги. Что же здесь сказано? То, что в первой строчке «Шма», то, что сказано в святой книге «Зор» – это провозглашение высшего единства. Э-Хо-Д-Один. И то, что открывают наши святые книги – это то, что нет никого и ничего, кроме Него. Эйн-Од-Миль-Вадо. То есть, Он – единственная настоящая реальность мира. Кто может стоять рядом с Ним? Э-Хо-Д. Но открывает нам Шулхана Рух то, что мы должны иметь в виду. Один. Э-Хад. Алиф – это творец в своем непостижимом единстве. Алиф. Алюфо шелолам. Верховная сила мира. Алиф – это один. Но дальше. Хэт – это восемь. Семь уровней небес и земля. Далет – это четыре направления мира. Так раскрывается в мире единство Творца. Никакого представления о сущности единства Творца у нас нет. И мы не можем никакого представления об этом иметь. Ведь мы погружены в границы, в тюрьму. Границ пространства и границ времени. А то, что мы говорим, имеем в виду «Послушай, Израиль, Ашем». И здесь записано четырехбуквенное имя Творца. И то, что сказано в Шулханарухе во всех других местах. Когда мы вместо этого имени, четырехбуквенного имени Авая, имеем в виду только одни. «Господин» – «Всего». Здесь мы должны иметь в виду и то, что написано. А я, ко, в, в, и, е – тот, кто был, есть и будет. Так что мы помещаем Творца в границы времени? Он когда-то был, он сейчас есть, он будет. Нет никакого отношения к этому это не имеет. А что имеет в виду? Тот, кто задумал мир, тот, кто приводит мир к цели, а я – их е. Он – го-ве, он сейчас, он тот, кто дает жизнь всему. А мы хадеш бы твовы, холь йом тамит, мы о себе решит. Тот, кто оживляет постоянно, каждый день творение первозданное. Каждое мгновение идет творение мира. И это то, что я должен иметь в виду. Когда я произношу это имя Авая, я говорю «одни», потому что написано в Торе «Зэшми леулам». Это мое имя навсегда написано в Торе «ле-алем» должно быть скрыто. «Ле-алем». Вместо него я говорю «господин всего». Господин. Но во время чтения Шма то, что написано здесь у Роша, и то, как объясняет Рамбам, я должен иметь в виду и то, что написано. Тот, кто каждое мгновение творит мир. А дальше я говорю «элокейну». И имя «элоким» – это имя суда, это все силы в мире, это множество сил в мире. Так творец раскрывается в мире. И то, что сказано «Ашем гуэлоким» – Бог, он всесильный. И это то, что упоминает Рамбан в конце, что единственная настоящая реальность – это то, что Творец хочет, чтобы был мир. И он каждое мгновение его творит. И говорит Рамбан в конце главы Бог, что явные чудеса, открытые чудеса, которые сопровождали выход еврейского народа из Египта. Они свидетельствуют, что вообще нет природы. А природа – это только скрытое чудо. И это то, что все силы мира имеют один источник – Аввая, Творец. Но там сказано «элокейну» – всесильный наш, тот, кто персонально воздействует на весь мир и на каждого из нас. А дальше, что же мы говорим? Ашем-эхад – это в будущем откроется, что никаких самостоятельных сил в мире нет. Источник – только один Творец. И это то, что я произношу эти шесть слов. Но наш мир, он же построен, фундамент его, на семи, шесть дней, недели и суббота, семь цветов радуги, шесть главных направлений и точка схода. Семь нот, наконец-то. Весь наш мир – это семь, а здесь, оказывается, только шесть слов. И я спросил об этом у Гаона Ромышева Шапира Зацаль. И он мне сказал, «Ты седьмой, ты, который провозглашаешь единство Творца. Но я ведь говорю, нет ничего, кроме него!» Но это говорю я. И через это объясняет это Ария Кодыш, что я должен иметь в виду, когда я произношу слово «Эход» один, что я готов пойти на самопожертвование ради освящения имени Творца и представить четыре вида смерти по Торе. Что это такое? Самый страшный вид смерти – это скилла, сбрасывание со второго этажа на камень. Дальше это срыфа, сожжение, вливание расплавленного олова в глотку. Дальше хенек, удушение, когда веревку с двух сторон натягивают на шее человека. И, наконец-то, четвертый, самый легкий, сайф – это меч. В этот момент, как я могу, в этот момент, автор Шолхана Руха Раф Аль-Тирэбе, он говорит, нет, после того, как я произнес эти три буквы ЭХОД, причем я не растягиваю ХЭД, я должен растянуть ДАЛИТ, это делают йеменские евреи, ды-ды-ды-ды-ды, а мы это не знаем, как сделать. ЭХОД. Так вот, когда я произнес, в этот момент я должен подумать, ЭЙН ОДМЕЛИВАДО, нет ничего и никого, кроме него, одного, и я готов отдать свою жизнь за прославление его имени. И в этот момент я полностью отменяю свою реальность перед единственной настоящей реальностью. Это то, что пишет Рамбам, что он единственная настоящая реальность. Все сотворенное зависит от него, а он не зависит ни от кого из сотворенных. И это то, что ЗООР говорит ИХУДА ИЛАА, единство выше, но есть ИХУДА ТАТАА, после этого я говорю БОРУХШЕМ КВОД МАЛКУСО, ЛЕУЛАМВЭД, благословена, слава, его царство во веки веков. Царство значит есть царь и есть поданные, нет царя без народа, и это как будто противоречит. Первому я ведь сказал нет никого кроме Него и только после того, как я осознал, что он единственная реальность и отменил себя перед Ним, я могу принять на себя его царскую власть, короновать его над всеми своими, написано в Шелхана Рухе, в 61-м параграфе, что есть 245 слов в Шма-Исраэль, а посланник общины, он произносит еще три слова, Ашем Элу-Кейхем Эмет, Творец Всесильный Истина, и тогда получается 248. Дальше Рамо приводит, что если человек говорит в одиночестве, он может до этого сказать Кель Мелех Нейман, Кель это источник сил, то, когда мы говорим имя Элу-Ким, это первые две буквы, это имя, источник сил, а Элу-Ким это совокупность всех сил, так вот Кель Мелех, когда Творец становится царем, когда рождается еврейский народ, который у горы Синай принимает на себя его власть, и наконец-то Нейман верный, это то, что Творец верен, то, что обещано, что будет оживление мертвых в конце всех времен. Итак, это в одном слове Амейн, которое раскладывается на три буквы, Кель Мелех Нейман, основа всей нашей веры, сотворение, тот, кто сотворил мир, тот, кто стал царем у горы Синай, и тот, кто верен обещанию, в конце всей истории оживить мертвых. Итак, 248 слов, которые входят в три отрывка Шма-Исраэль, и я короную Творца, принимаю его как единственного царя над всеми 248 органами моего тела. А вспомним, есть 248 повелительных заповедей. Итак, это то, что я должен иметь в виду, когда я произношу Шма-Исраэль, и когда я произношу вторую строчку, чтобы было слава его царства прославлена во веки веков, и без того, чтобы в первых шести словах я полностью отменил свою царскую власть. Я слышал от Рава Зриэля Таубера, который сказал, всегда в Мишне, когда мы учим одно, из этого мы выучиваем другое. Если один, значит, нет второго. А кто второй? Это я. Это мое желание управлять миром. Спросили у маленького мальчика будущего Рэми Хедушей Арим, где находится Творец? И он сказал, он находится там, куда мы его впускаем. Значит, прежде всего человек, когда он рождается, когда он ребенок, когда он вырастает, но еще не постигает смысл Творения, что у Творения есть Творец. Он думает, кто управляет миром? Я. Я Царь. И вот, когда я произношу эти шесть слов, Шма-Исраэль, Ашем-Элокейну, Ашем-Эхад, я должен отменить царскую власть мою, чтобы полностью принять на себя, что нет ничего и никого, кроме него. Тогда во второй строчке я могу принять его, как царя. И я подумал, есть особенное повеление, ведь мы говорим в следующей строчке Шма. Ва-Ахавте это Шем-Элокейха, Вэхоль Вавхау, Вэхоль Навшикау, Вэхоль Маодеха. И полюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, всей душою Твоим, всем достоянием Твоим, или всеми мерами, которыми Он отмеряет тебе, как сказано в Талмуде в трактате Браху. И сказано в книге Ваикра «И полюби Ре-Эха» имеется в виду другого еврея, как самого себя. Есть особенная вещь, это то, что я слышал от моего учителя Равыцка Казильбера. Он говорил одно из самых страшных вещей, которую я боюсь нарушить, это обидеть другого еврея. Давайте вспомним то, что учит в послании к своему сыну Рамбан, что он говорит ему, что ты должен видеть любого другого еврея, что он выше тебя. Если он бедный, это страдание, которое у него есть, ты должен его почитать. Если он богатый, Творец ему послал такое могучее воздействие на мир, это богатство, средство, которое он должен использовать, чтобы делать хэсет. Если он мудрец, ты должен его уважать, он ведь мудрее тебя, а если он неуч, ты должен его уважать и жалеть, потому что если он нарушает какой-то закон Торы, он делает это по ошибке, а ты сознательно есть, чтобы было почет твоего другого еврея таким же, как твой собственный почет. Но как этого можно достигнуть? Я слышал то, что на самом деле по природе человек видит недостатки в любом другом человеке, вот этот такой, а этот такой, а этот не так, а этот так, а я-то, я-то знаю, почему я совершил так, даже если я ошибся, у меня есть уважительные причины, то есть для любого другого еврея. Я прокурор, а для себя я самый лучший дорогостоящий адвокат. Так как мне не причинить ущерб подсчету другому еврею. И здесь встает ровно такая же вещь. Когда пришел нееврей и спросил у Гилеля, научи меня всей вашей торе, пока я буду стоять на одной ноге, это он ему сказал, не делай другому то, что ненавистно тебе. А Раши объясняет, это то, что написано в торе, вэхавталерейха, камоха и полюби другого еврея, как самого себя. Но здесь нееврею он сказал, не делай ему то, что ненавист на тебе. И Раши там в трактате Шаббат Вавилонского Талмуда объясняет, рээха это не только другой еврей, это и творец, который близкий твоего отца и тебя. Но как это достичь? Это то, что я видел, как вел себя мой учитель Равицк Кзильбер, как каждого он принимал с такой любовью, с таким почтением. Кто приходит к нему? Приходит к нему человек с волосами до плечей, и другой верующий еврей говорит, что ты ему не скажешь, что он не может из своих патл надевать твилин? Когда этот еврей спросил у Равицк скажите, может быть мне срезать волосы сзади, это ведь мешает твилин? Равицк сказал, замечательно, вот так и надо сделать. До этого он ему не сказал ни слова. Так как я могу научиться почитать другого как самого себя. И это то, с чего начинается, это то, что говорит Рожь сосредоточенно произнести первую строчку Шма Исраэль. Если я сказал, что нет никого и ничего, кроме Творца, я отменил себя как самостоятельно, действующего в мире царя. Не ты царь, а он царь. А теперь я могу правильно почтить другого еврея, ведь это то, что сказано в самом начале Раши, Бэр решит, Бишвиль решит, в начале, ради начала, начала моих путей, это Тура, и начало моих посевов, это еврейский народ, то есть ради еврейского народа и Торы сотворен весь мир. Есть такой закон в трактате Муэт Катан, написано, если человек находится во время выхода души, когда умирает еврей, он должен разорвать свои одежды, как будто перед ним сожженный свиток Торы. Почему? Этот еврей вообще, может, не учил никогда ничего, с трудом читал на еврите, или вообще не знал еврита. Я разрываю это свиток Торы? Да, это свиток Торы, это тот замысел первичный, творца, ради которого сотворен весь мир. Сов Маасеба Махшаватхила, в конце реальность действия, это то, что было задумано вначале. Ведь наш народ, наш пратец Авраам, это было двадцатое поколение от сотворения первого человека. И все эти двадцать поколений приходили и гневили творца, пока не пришел наш пратец Авраам и взял плату всех. Он оправдал существование всего мира 1948 лет. Это момент, когда от сотворения первого человека родился Авраам. А двадцать шестое поколение, это поколение Мошер Абейну, у горы Синай рождается этот народ. «Когда мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем учить на Асеве Нишма, творец предупреждает, примите Тору, хорошо, нет, здесь будут ваши могилы, и весь мир возвращается в первозданный хаос, то есть с рождением еврейского народа, который получает Тору, благодаря которому спускается Тора в мир». Сказано «Исраэль», объясняет Шлоа Кадош, «Ещещим рибо от иот бе Тора». Есть шестьсот тысяч букв в Торе. Это Израиль. У каждого еврея есть своя буква, свое место в Торе, ведь ради реализации этой Торы спустилась его душа в мир. Поэтому, когда я смотрю на другого еврея, ой, какие у него запачканные штаны, ой, у него нет цицит, ой, у него нет кипы. Конечно, сплошные недостатки, а он еще курит, или он еще матюкается, но если я смотрю на него, вот передо мной свиток Торы, слова и буквы, которые пока стерты. Но в любой момент этот еврей может вернуться к Творцу. Как говорит Рамбам, вчера этот человек был далек, а сейчас он называется другом Творца. И это реализация Торы в мире через этот народ, который есть сейчас. Вот сейчас мы, евреи, которые в нашем поколении, через нас реализуется воля Творца. Должна реализоваться воля Творца. Кто может сказать про себя, я уже цельный праведник, я исполнил свое назначение. Если ты здесь, ты еще не исполнил. Но каждый момент твоей жизни ты можешь спросить себя то, что делал мой учитель Равицкак Зильбер, что в этот момент хочет от меня Творец и попытаться исполнить. Это то, что учит нас Рабейну Ашер. Если ты не произнес сосредоточенно даже первую строчку Шма ты не исполнил заповедь. Редактор Корректор Корректор Редактор